Вместо холста человеческая кожа, а художественную кисть заменяет машинка. Быть тату-мастером для кого-то не просто профессия, а состояние души. 29-летний Евгений Пронин занимается этим ремеслом уже больше 10 лет. Все началось с безобидной татуировки в подростковом возрасте. Первый рисунок на теле парня для него самый дорогой. Набил нательную живопись родной брат. Сейчас рисунки покрывают порядка 20% от всей площади тела. Но молодой человек не намерен останавливаться на достигнутом. Следующую свою татуировку он приурочит к юбилею. Другой крупный проект на теле реализует к 50 годам. И хочу привести к тому, что у меня будет одна татуировка, но она будет тематическая, вся между собой соединена и на все тело. То есть у меня орнаментальная полинезийская татуировка в основном будет. Это племена Самуа Майя Маори и добавленные по игровой тематики. World of Warcraft, например, космос, всякие живые зверюшки, ящерки, птички. Спустя два года после первой своей тату Женя решил попробовать себя в качестве мастера. Первый рисунок набил на теле друга также в домашних условиях и все той же машинкой брата. Сейчас желание рисовать на людях переросло в дело всей жизни. Евгений Самоучко не заканчивал художественную школу, но постоянно развивает навыки за счет всевозможных тату-фестивалей и батлов. В первую очередь общение с мастерами, саморазвитие, прям повышается уровень после каждого фестиваля. Там также за победу награды денежные, рабочие моменты, расходные материалы предоставляют спонсоры, футболочки те же самые, дипломчики дают. Участвовал я только на Ульяновских, но планирую в будущем и Москва, и Питер, и Казань, и даже в Европу. Постепенно ремесло вышло за пределы дома. Дело процветает, а студия растет. Сертификаты и лицензии, все необходимые документы на осуществление деятельности имеются. Но главное правило студии – это ее безопасность. Машинок у Евгении несколько. Все оборудование дезинфицируется, остальные предметы используются единожды и предназначены только для одного клиента. Татуировщик – это в первую очередь творческая профессия. Мы творим то, что стереотип зоновский – это все не про нас, потому что мы рисуем картины. Это художественная ценность определенная несется. От обычного человека мы везде видим татуировки. В отличие от людей, у которых, например, нет татуировок, они их вообще не видят. На вопрос, часто ли ловят на себе взгляды прохожих, отвечают честно. Часто. Но главное, чтобы понимали родные. Например, люди старшего поколения, не все, опять же, далеко не все, смотрят более осуждающе. Но при общении, например, со мной они уже по-другому смотрятся. Брата забиваю сейчас я. Я сделал татуировку своей маме, своему папе. У нас вся семья, в принципе, забита. У нас даже есть семейные татуировки. И без татуировок у нас только дети, которые нет еще 18, но это временно. 21-летняя Алена Рока рисовать любила с детства. Но в художественные полотна превращать тела стало относительно недавно. Любовь к татуировкам передалась по наследству от отца. Хотя первым в своем рисунке на коже воспоминания не из приятных. Мне было 14 лет. Мне делал мой папа. Это был ад. Это был ад. Ад рисунок или что? Мне было очень больно. Это очень странное ощущение. У меня было самое больное место, наверное, из-за этого. Я ждала, когда это закончится. Видела эти полоски и думала, что придется просто терпеть. У девушки, как у художника, тоже есть любимые стили. В основном предпочитают цветные татуировки. Нео-традишнл рисует Нью-Скул. Мне кажется, я больше, наверное, отношусь к этому как художник, чем татуировщик. А так, ну, сейчас вроде бы это уже нормально. И очень много девушек, тату-мастеров. Поэтому нормально как бы так реагирует. То, что это просто хобби, это мне уже давно ушло. Вот. И на одном уровне как бы стоять мне тоже не хочется. И, ну, неинтересно, что ли. Рината Алиулова, Данил Сурков. Новости Ульяновской правды.